Я прошу, если кто смотрит, тоже написать. Значит, надо пример. Или процесса, или церемония, или ритуал, или обряд. И признак ритуал, потому что, это ритуал, потому что, тю-тю-тю, обряд, тю-тю-тю. Мы сегодня все про ухаживание, все будет. Потому что там несколько обрядов, там прям целое гнездо обряда. Это очень древние ритуалы, ухаживание. Это прям целые блоки. Мы с ним даже не начнем. Итак, да, я прошу, там есть кто-то? Да, Олеся Шамилова написала, что церемония — это награждение спортсменов на Олимпийских играх. Вот такой пример. Давайте церемония. Не из Юрики. Нужно ли все? Пять континентов. Из Антарктики никто не приезжает. Кто не понимает вот эту идею? Идея Олимпиада как пример церемоний, награждения. Что там происходит? Сбивают такие помостики, выше-ниже, они становятся. Потом поднимают флаги, они плачут, играет музыка. Потом берут такие штуки, вешают им то золотые, то серебряные, разные. Не дай Бог ошибиться, не тому что-то повесить. Это же все. Еще есть? Да. Давайте с Олимпиадой разберемся. Поднимите, пожалуйста, руку, кто считает, что нет, награждение не является церемонией. Поднимите, пожалуйста, руку, кто считает, что это церемония. Поднимите руку, кто не поднимал руку ни первый, ни второй раз. Юль, вы думаете, раз вы мышкой щелкаете, вы можете и руку не поднимать? О, все, я у пульта, меня не трогали. Юль, это церемония или нет? Да, это церемония. То есть согласна со всеми? Точно сегодня? Да. Согласна? Хорошо, это церемония. Еще есть вариант? Да, Инна Фаткина написала, ритуал прыгать через костер в день Ивана Купалы. Это ритуал, так как совокупность определенных действий, которые выработаны обычаем. А Ренат Джоффар? Да, Купала. Да, Купала. Да, Купала. Купала. Ивана Купала вообще. Ивана Купала. Прыгание через костер, купание, ну и другие вещи, о которых мы не будем сейчас говорить. Итак, Купала, Ивана Купала. Поднимите, пожалуйста, руку, кто не знает, что такое мероприятие на Ивана Купала. Это летом, да? Да, шестого на седьмое число вообще. Кто-то знает, мне кажется. Нет, я вообще никогда не слышу. Вот у нас есть эксперт по Иване Купала. Юля, что кис-кисе Ивана Купала? Ну, это языческий праздник, который православным не принято отмечать, но многие отмечают. В вечернее время с шестого на седьмое число незамужние девушки должны сплести венок из тридцати трав разных и этот венок отправить в плавание по реке. Вопрос можно? А для чего этот ритуал проводится, да? Такой вопрос у тебя? Нет, у меня вопрос шестой на седьмое чего? Ноябре, декабре? Июня. А, июнь. Самый жаркий когда будет? Стоп, стоп, стоп. Июль, июль. Да, июля. Да, самый жаркий день. Ну такой вот, когда купаться можно. И то есть они это делают и отправляют свой венок, чтобы встретить суженого. Да, согласно традиции, если какой-то парень возьмет этот венок, да, потрогает его, значит он женится на той девушке, которая его спела. А парни не дома сидят в этот момент. Да. Они тоже устраивают гулянием, потом через костер прыгают после того, как проведутся вводные процедуры. Ну костер для очищения. Ну, через, как очищение. Наряд, чтоб ночь на Ивана Купала цветет папоротень. О, все знаны. И кто его увидит, сорвет, богатым будет. Да, именно сам цветок. Нет, не знаю, пошли, пошли. Итак, Ивана Купала. Вам понятно, что такое Ивана Купала? Теперь понятно. Ну, относит к славянской культуре. Да. Что именно у славян такое есть мероприятие. Ну это все, Юля все сказала, да? Что можно добавить? Нет, ночь на Ивана Купала. Ну, часто бывают в советских фильмах, часто это показывают, такие девушки. И у них такие красивые вот эти вот венки. И они все в сорочках такие, тык-тык-тык, купаются. Ну, сами понимаете, дальше что происходит. Ну, короче, такое вот, говорят, не очень. Ну, они осуждали. 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 Задите, пожалуйста, руку, кто считает, что Ивана Купала не является ритуалом. А там есть аргумент, что это ритуал? Да, это ритуал, так как это совокупность определенных действий, которые выработаны обычаем. Именно так Инна Фаткина обосновывает свое мнение. Критикнула Юля. Ну, когда она сказала именно так обосновываю, тем самым она абстрагировалась. Смотрите, что пишет-то. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Поднимите, пожалуйста, руку, кто считает, что нет. Ивана Купала это не ритуал, или аргумент какой-то не очень хороший, или вообще нет. Поднимите руку, кто не согласен, что Иван Купала это ритуал. Спасибо. Поднимите руку, кто согласен. Выберите себе оппонента. Андрей, сначала вы так скажите, почему нет, а он будет защищать. Ну, мне кажется, что чтобы это действо было ритуалом, это необходима определенная последовательность действий, и плюс какие-нибудь слова, звуки, выражения, которые бы тоже это сопровождали. Можно внести поправку? Здесь Инна написала, что прыгать через костер на Иван Купала, а не отмечать его. То есть она написала конкретное действо. Нет, действо, да. Я говорю, что помимо действа должны быть еще какие-то звуковые компоненты. Так они же поют. Юля, это Юля голос Ютуба. Это не фильм ужасов голос Ютуба. Вам понятная идея? То есть не хватает для ритуала еще компонентов? Какого? Звукового. Почему он должен быть обязательным? Можно не в форме вопроса, а в форме возражения. Возражения? Звуковой компонент не обязателен для ритуала. Сегодня мы его понятны? Да. Где вы увидели звуки там? Где вы увидели звуки? Причем еще увидели, что звук это обязательный. Тогда церемония ничем не отличается. Итак, у вас есть аргумент, что в ритуале должны быть звуки? Звуки, в том числе и речи. Да, звуки имеются в виду, что и речи. Если мы возьмем церковный ритуал, религиозный, то там идет всегда какой-то глаз. Это пример религиозного. Но ведь Иван Купала это и есть другой. Может быть здесь есть звуки, а тут нет звука. Должны быть какие-то универсальные признаки. Или же тот пример, который вы сказали. Встать, суд идет. Голосом сказали встать, все встали. Не скажут встать, все будут сидеть. Либо встанут уже, но не одновременно, а просто увидят, что судья заходит. Но управление не может быть. Я понимаю, что вы под звуками понимаете управление. Управление ритуалом. Не только. В данном случае, что вы говорите, это встать, суд идет. Управление ритуалом. Да. Может он управляться, например, сам по себе автоматически из обычаев исходя. Без звуков. Не знаю. Тогда почему это не будет обрядом? Ч-ч-ч-ч. Прыгали. Ну, например, там парни развели костер. Вечером все. Можно предположить, что сейчас надо прыгать. Ну, такой обычай. На Ивана Купала, искупались. Но, по-моему, до все-таки. Не надо было. Необходимо прыгать. Можно без звуков это. И начали прыгать. Ну, визжать-то. Ну, висквы не считайте, что это звуки. А звуки? Ну, ладно. Может они относятся к этому. Я не знаю, как они визжат. Может по-особому надо как-то визжать. Ну, они прыгали. Судя по фильму, просто прыгали. Там нужны звуки, чтобы это был ритон? Ну, нужно хотя бы обозначить, что вот сейчас будем прыгать. Иначе это будут просто прыжки ночью. Понятно? Через огонь. Нелепо. Что прыжки ночью в темноте, без звука, молчаливые, без криков – это не ритон. Может быть молчаливый ритон, без звука. Может быть. Давайте определимся. Итак, к ритуалу. Обязательный ли признак звука? Или необязательный? Может ли ритуал быть без звука? Или звук – это обязательный признак ритуала? Ну, есть так называемые факультативные признаки. Они могут присутствовать, а могут нет. А есть признаки обязательные, без которых, если мы его изымем, то обрушается вся конструкция. У меня сейчас имя по поводу звука сомнения. Потому что будем ли мы считать, когда человек крестится и внутри себя произносит какую-то молитву, ритуалу? Если да, то это без звука, но есть внутренняя речь. Вы поняли, что вы сказали? То есть я... Щас, 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 щас. Вы поняли? Я понял. А зачем ты понимаешь? У меня есть пример ритуал без звука. А вот это вы понимаете идею «внутренняя речь»? Да. Вот такой хотите пример повести? Внутренняя речь. Ну это мышление называется. Это же не звук. Но внутренняя речь, вы не читаете это звук? Нет. Но внутренняя речь есть, значит, наличие речи это обязательный признак. Необязательно. И даже можно внутренней речи не быть. Да. Просто ритуал без звука. Беззвучный ритуал. Вы сейчас нам скажете, что это за ритуал. Так. Внимание. Встать во время минуты молчания. Доказали мой пример. Никто не встает без разрешения. Сейчас. То, что сказала Анастасия Владимировна. Внутренний звук считается звуком? Нет. Внутренний звук не считается звуком. Имеется в виду произнесенный звук. И вы считаете, что это необязательно. Анастасия Владимировна говорит, что это обязательно. Правильно понимаю? И я прошу проголосовать. Итак. Звук это обязательный признак ритуала или нет? Поднимите руку, кто считает, что это обязательный признак ритуала. Я одна. Один, два, три. Три. Поднимите руку, кто считает, что нет, необязательно. Один, два. Три. Юля. А, три. Sorry. Три. Итак, у нас три-три. Со звуком было непонятно. Но так как у нас есть автор, который считает, что Ивана Купала есть ритуал. И он добавляет еще один голос в то, что это ритуал и звук необязательно. Это может быть в молчании. В темноте, прыгаю через костер в полном молчании, это ритуал. Юля, там молчат? Здесь довольно много. Вы чего? Вы меня пугаете. Нет, здесь очень много примеров на самом деле. Зачем они нам? У нас уже Иван Купал. Давайте еще. Вот у меня сейчас... Юля, вы хотите порулить тут? Да. Я ведущий ритуал. Можно вопрос тогда? К кому? К вам, к ведущему. По поводу процедуры ведения? Нет. По поводу каких-то смыслов? Да. Вот здесь отлично задан вопрос. Поминки являются ритуалом? Вот сейчас у меня такой вопрос. Сказали, что... Давайте на поминках. А, он сам не знает, как я. Ну, здесь утверждение. Ренат Джафаровненький написал. Он говорит, что поминки же это что? Это ритуал. Угу. Извините руку, кто не знает, что такое поминки. Ну, иногда я слышал, как поминки. Ну, в деревне говорят поминки. Ну, бывают и поминки. Поминать. Подвините руку, кто не знает, что это такое. Подвините, пожалуйста, руку, кто считает, что поминки это не ритуал. Пожалуйста. Я считаю, что это церемония. Ну, я так предполагаю. Что не хватает для ритуала? Ну, поминки это довольно большой процесс, который включает в себя ряд ритуалов. Например, прощание с покойным. Для меня это тоже поминки, нет? Ну, поминки, в данном случае, давайте в чистом виде. Ну, это целый такой фрагмент. Да, это сразу после похороны происходит. И потом на какие-то дни. Девять-сорок. Девять дней, сорок дней и годовщина идут. И вот это такой блок. То есть он может быть как отдельный. Он не ритуал, вы считаете? Ну, если есть кто здесь, кто сможет доказать, что это ритуал, будет здорово. Подождите. Давайте. Давайте. Юль, смотрите. Это процесс? Да. Опишите, как это происходит? Ну, ничего хорошего. Это очень хорошее, это очень важно. Что там происходит? Ну, прощание с усопшим. Нет, поминки это трапеза. А, трапеза. То есть это... Люди в молчании сидят. Да, я помню. Да. Что они делают? И плачут. За трапезой плачут? Ну, да. Едят за трапезой. Все, там есть специальное место и время для плакания. Это когда его халают. Ну, халают, это по-украински, это закапывают. Паховают. Паховаты, это значит, ну, закопать, спрятать. В дымовину. В дымовину это по-украински гроб. Дом. Новый дом. Ну, человека. И потом идут на вот эти поминки. Были хоть раз на поминках? Как? Ни разу на поминках не были? Сидят, едят. Сейчас. Сейчас. Расскажите, как происходит? Он ни разу не... Надо, чтобы кто-то умер. Не надо. Надо пригласить вас на поминки. Как вы? Как? А на поминки, наверное, не приглашают, то есть... Как это так, Юля? Приглашают. Расскажите. Введите в нашу культуру. В нашу человеческую культуру поминки. Человека похоронили. Потом идут все на поминки. Там стол. Сидят вот люди за столом. Кушают. Нет, перед этим что происходит? Они просто садятся и что? Они садятся... Говорят речь? Говорят речь там. Никаких. Вы что? Тоже не были. Тоже не были. Никаких там речей нет уже. Речь это когда маховают. Да, могут сказать. А на поминках тишина, ну, тишина гробовая идёт. Сначала что идёт? Это кутьё. Ну, кутья, знаете что? Да. А на поминках-то не была. На Рождество кутью относят. Да, но это обрядовое. Да. Значит, кутью идёт затем. И пьют. Ну, алкоголь обязательно. Ну да, и потом. Первое обязательно. Второе. Второе обязательно. И... Десерт. Нет, десерт. Нет. Вы путаете. Это не столовая. Это были не поминки, это был день рождения. И компот. Ну, что-нибудь компот или что-нибудь. Юля, вам понятно, что такое поминка? Ну, это трапеза, да? Память по ус... Ну, они едят. Ну, банально. Не банально. Они едят специально. По определённой процедуре. Там зовут. Зовут. Зовут людей. Родственники ходят, если по селам, ходят по домам. У нас, например, ко мне приходят в квартиру. И зовут. Вот такие поминки. Или, например, если это в день похорон, например, объявляют. После похорон состоятся поминки там-то там. Ну, в кафе обычно. В кафе или столовую. Если это, то есть, 9 дней или 40 дней. Зовут. И вы приходите в определённое время. И вот там вот эта процедура, то, что сейчас было описано, она каждый раз вот такая вот общая. Я думаю, это прославянская вещь. Итак, поминки. Так, у нас что за поминки? Что это было? Что это ритуал. А вы сказали, что нет. Ну, да. Я думала, что это церемония. Ну, а сейчас как? Остальные? Моё мне не сменилось. Да. Что сподвигло вас, что это всё-таки ритуал? Аргументы. Ну, какой? Какой признак ритуала добавился? Я предполагала, что поминки – это процесс, да? Какой-то перечень действий определённых. А оказалось, что это само по себе действие. Одно. Вы увидели там знак какой-то? Тишина. Ну, знак – это скорее процедура. Знак – это то, что можно визуализировать. Тишину нельзя визуализировать. Мы сегодня будем с вами работать со знаками. Знак – это визуальный образ. Вот то, что вы сейчас услышали. Наверное, чёрный платок, наверное, у женщин же бывает, да? Когда это может быть? Да, там определённый дресс-код есть, который… Но это же может быть знаком? Ну… Нет, именно на голове. Знак – это вообще похорон. Это знак, похорон общий. А вот знак, чтобы это был ритуал, у него должен быть свой знак. Кто услышал какой-то знак? А, ну я… Кутьюня. Да, Кутьюня. И я бы ещё исключила, но опять же вдруг это не так. Ставят фотографию того, кого вспоминают с чёрной траурной лентой, символ. И ставят свечку, а ещё страшное – ставят отдельно стакан. И хлеб. И хлеб сверху. И хлеб сверху. Ну, я думаю, это последний, это двадцатый век, фотографии и так далее. А еда для покойника – это вот эта хаичная. Да. Это хаичная вещь. Ну ладно. То есть потом мы, когда приходим на кладбище со своим, мы же тоже их кормим. А вот есть ещё процедура, не знаю, насколько она универсальная, что потом те, кто приходили на поминки, им что-то в дар дают. Да. Хотя это, ну, может быть, такой символичный дар. Да. Ну, там конфеты, вот такие… Плотолочек. А, платок. Ну, это ритуал уже сам всех участников повязан платок. Хорошо. Итак, я считаю, что мы разобрались, что такое ритуал. Ну, опять же, ну, вроде бы подтвердилась моя гипотеза о том, что ритуал отличается от церемонии – это наличие знака. То есть есть определённый знак, если знак есть, то вот. Вот Настя Владимировна хотела про любовь, и мы с вами пришли к любовью к жизни. И я предлагаю перейти к следующему этапу. Ну, если что-то здесь, какие-то вопросы, просто сейчас готовьтесь, будем ритуалы. Можно ещё вопрос здесь с Анастасией Ивановой? Пока готовятся все, да? Ответьте, пожалуйста, на вопрос у считателей ритуалом снятия головного убора при входе в общественное помещение. Нет, нет. Ну… В целом, наверное… Это какой-то процесс, может быть, ну, даже не церемония. То есть это, ну, какая-то микро-норма. Другое дело, что, например, там одеть платок, когда в церковь там заходишь, да, это уже часть ритуала какого-то. Я вот читаю комментарии, и от ребят я услышала ещё одно подтверждение в пользу того, что ритуал должен сопровождаться звуком. Даже вот если мы возьмём поминки, там они же молятся. Ну, что-то либо говорят слух, либо про себя. Нет, на самих поминках? Да. Ну, вот на вот этом, на трапезе. Ну, перекрестились и помолились. Нет. Дело в том, что поминки – это более архаичные, чем христианские. А молвы, а молитвы – это всё-таки христианские. Я думаю, что это просто уже потом пришло, но на скольких «я» было поминков… Да. А я как правильно сказала, знак – это быть я. То есть, вы правильно сказали. Молодцы. Хорошо. Спасибо. И мы сейчас проведём с вами ритуал. Попытаемся провести по всем правилам. Чтобы провести ритуал, кроме знака, есть ещё обязательные условия. То есть, в ритуале должна быть определённая процедура, в любом ритуале. В ритуале ухаживания, в ритуале поминок, в любых ритуалах должны быть определённые условия. Если этих условий у вас нет, то это ритуалом не считается. То есть, это может быть какая-то церемония или какой-то процесс, который вам не заполнится. Но если вы хотите, чтобы вам это запомнилось навсегда, на всю жизнь, чтобы это стало стержнем вашей жизни, в дальнейшем, чтобы вы были человеком со стержнем, вам необходимо правильный ритуал. И сейчас я вам покажу, как это всё произойти. Редактор субтитров А.Семкин и А.Семкин Корректор А.Кулакова Субтитры создавал DimaTorzok